В Красноярске после трехлетней реконструкции открылся единственный в регионе детский лечебно-диагностический лор-центр. Его ремонт обошелся городским властям в 250 миллионов рублей. Обновленное лечебное учреждение сегодня осмотрел первый заместитель главы города Виктор Шевченко. С подробностями Сергей Кузовков. Сегодня в Октябрьском районе Красноярска после реконструкции открылась 4-я детская больница. Это единственный в крае лечебно-консультативный центр для пациентов с заболеваниями лор-органов. Ремонт длился более трех лет и обошелся региону в 250 миллионов рублей. Вновь открывшуюся больницу сегодня инспектировали городские чиновники. Они осмотрели стационар, площадь которого после ремонта увеличилась в два раза. В здании надстроили третий этаж, поменяли кровлю и сделали новый фасад. Для проведения операции приобрели современное оборудование. Например, вот такой эндоскопический аппарат немецкого производства. И электронный микроскоп, сопоставимый по цене с двухкомнатной квартирой на взлетке. В здании появился новый физиокабинет, комнаты восстановления и релаксации. Все стены, которые сейчас, в которые мы зашли, они будут располагать к тому, чтобы сделать, в общем-то, не просто качество лечения передовым, но и пребывание пациента здесь более приятным, доступным, с менее большими психотравмами. Оборудование действительно все импортное. Это шторцы, это немецкое оборудование. То есть эти марки, может быть, вам не профессионалам ничего не скажут, но я вас уверяю. На зависть, наверное, многим частным клиникам. Это оборудование, которое мы получаем. Детская лорбольница уже приняла новых пациентов. После выхода на полную мощность учреждения одновременно смогут лечиться до 60 человек в день. В городе Красноярске нет ни одного дома, в котором бы не жили люди, которые были пациентами этого учреждения. К сожалению, климата и географические особенности нашего города предполагают широкое распространение заболеваний лорорганов. Я уверен, что результат не заставит себя ждать. И в самые ближайшие дни счастливые пациенты уже будут выписаны из этого стационара, потому что техника позволяет делать чудеса. Я уверен, что мы всё это дело освоим и выйдем на производственные мощности очень быстро. Более трёх тысяч операций в год будет здесь выполняться. Это полностью покроет потребность нашего региона. Кроме того, здесь будут лечить детей из соседних регионов – Хакасии, Тувы, Новосибирской и Кемеровской областей. Напомню, реконструкция этой больницы длилась три года и три месяца. В середине июля учреждение инспектировал мэр Тхамок Булатов. Тогда он остался крайне недоволен работой подрядчика. Строителям пришлось устранять дефекты за собственный счёт. Тогда же мэр поручил уволить начальника отдела УКСА, чьи обязанности входило курировать работы по реконструкции. Сегодня ремонт ведётся в половине городских поликлиник и больниц. С открытием стационара городской детской больницы номер 4 ремонты в муниципальных учреждениях здравоохранения, конечно, не закончены. В настоящее время проводится ремонт в городской клинической больнице скорой медицинской помощи, городской клинической больнице номер 20, городской клинической больнице номер 7 и городской клинической больнице номер 4. В то же время в Красноярске сегодня продолжается детальное и инструментальное обследование всех медицинских учреждений. На днях комиссия должна предоставить главе города результаты проверки. Такое решение было принято после ЧП в первой городской больнице, где в палате прямо на пациента обрушилась кирпичная кладка. Тогда под завалами погибла 86-летняя женщина. Если вы располагаете какой-либо интересной информацией, которая может послужить темой для наших следующих сюжетов, звоните лично мне мой телефон 292-5504 или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Станислав Волков. Афонтово. Новости.